У нас в гостях Георгий Бадин, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Говорить мы сегодня будем не об автомобильных номерах, как я имел неосторожность сказать, а о регистрационных действиях. Здравствуйте, Георгий Виллович. Доброе утро. Хорошо, что не сказали о рекреационных действиях. Александр из города Екатеринбург спрашивает. Стирается краска на номере автомобиля. Боюсь отмывать его от грязи. Это какой же грязный. Могут ли в ГИБДД поменять номер бесплатно и можно ли доказать, что он бракованный? Вопрос на самом деле не совсем ординарный. Подобно редко с подобными проблемами водители обращаются. Мне думается, что в данном случае ГИБДД тут ни при чем, поэтому бесплатно поменять его в ГИБДД не получится. А водителю необходимо предъявлять претензии к изготовителю этого госрегзнака. То есть нужно узнать в ГИБДД, с кем у них договор, где они получали госрегзнак, то ли это Москва, то ли это Питер, и уже обращаться на завод с изготовителем. Вот вопрос от Игната из Екатеринбурга. У него другая проблема, у него наоборот номер очень хороший, более того счастливый, так называемый, с какими-то красивыми цифрами. Может ли Игнат оставить этот номер, купив другой автомобиль? Около года назад были внесены изменения в законодательстве, в связи с которым собственник автомобиля при приобретении нового автомобиля имеет право сохранить за собой номер с предыдущего автомобиля. Проще всего это сделать, когда Игнат, если бы он приехал со старым автомобилем, снял его с учета и тут же бы предоставил документы на новый автомобиль, поставил ее на учет. То есть номер сразу бы передали. Но если ему нужно вначале продать, а потом купить, то ГИБДД обычно соглашается хранить эти номера у себя около месяца. А если это срок более месяца, то уже ГИБДД, говорит, мы не камера хранения и номер. Ну понятно, то есть вполне реально оставить себе старый номер. Понятно. Марат из Березовского. Вот тут Марат, несмотря на то, что из Березовского, пишет, что переезжает из Екатеринбурга в Воронежскую область. Правильно Марат понимает, что ему нужно автомобиль снять с учета здесь, а затем уже поставить на учет в Воронежской области. Березовцы правильно считают себя екатеринбуржцами, с жителями Большого Екатеринбурга. Марат понимает правильно. Действительно, при переезде, при смене региона нужно автомобиль в одном регионе снимать с учета, а в другом ставить с учета. Но вот то изменение законодательства, о котором я уже упоминал, которое прошло год назад, позволяет по прибытии в новое место жительства прямо там сразу снять с учета и прямо там поставить уже на учет в новом регионе. Поэтому здесь можно не снимать с учета. А вот у меня такой вопрос. А если этого не сделать? Если этого не сделать, то тогда, в принципе, это будет нарушение законодательства, потому что автомобиль должен быть зарегистрирован по месту жительства собственника транспорта. Но с другой стороны, в Екатеринбурге мы видим массу автомобилей с московскими, с питерскими номерами. То есть это какие-то лизинговые, принадлежащие офисам московских компаний. Все злостные нарушители, видимо. Значит, если эти автомобили используются, вернее, собственниками этими автомобилями являются жители Екатеринбурга или Свердловской области, будем говорить, то, в принципе, да, они обязаны были при приобретении этого автомобиля в течение 20 дней там его снять с учета, здесь поставить на учет. То есть, если Марат в Воронежской области прописываться не собирается, он может с нашими номерами продолжить ездить? Естественно, тогда он официально не меняет место жительства. Понятно. Все ясно. Юлия из Верхней Пышмы. Я продаю свой автомобиль. Нужно ли его снимать с учета в ГИБДД или это может сделать покупатель? Ну, то есть она продалась номерами. Правильнее опять для спокойствия. То есть продавцу нужно снять автомобиль с учета, оформить договор купли-продажи, внести необходимые изменения в паспорт транспортного средства, записать о смене собственника и расписаться, получить деньги и со спокойной совестью отдыхать. Однако, вот новое законодательство позволяет не снимать его с учета, а снять с учета и поставить на себя уже может право покупатель транспортного средства, новый собственник. Но старый собственник, при этом продавец купил этот автомобиль, то есть они оформили договор купли-продажи, внесли изменения в ПТС, обменялись деньгами, передали деньги. И дальше в течение покупателя в ГИБДД этот автомобиль снимает с учета и ставит на себя. Однако, при этом ГИБДД должно сообщить продавцу о том, что автомобиль с учета снят. Если в течение месяца такого сообщения не пришло, то продавец имеет право без автомобиля уже просто прийти в ГИБДД, предоставить документы и ГИБДД по его заявлению обязанно снять автомобиль с учета этого водителя. Ну вот раньше это было распространенное явление, когда люди очень часто продавали, так сказать, продавали по доверенности автомобили. И вот Алена пишет, что попала в такую ситуацию. Четыре года назад продала автомобиль по доверенности, покупатель обещал в течение двух месяцев переоформить машину на себя, но до сих пор не переоформил. Ездит со старыми номерами, а квитанция в уплате транспортного налога приходит Алене. Вот что ей сейчас делать? Если с момента этого события прошло 4 года, то доверенность уже утратила, срок действия доверенности не более чем 3 года. Поэтому тот человек, который получил этот автомобиль во владение, скорее всего, либо не использует автомобиль, либо пишет рукописные доверенности сам от имени собственника и таким образом эксплуатирует. То есть Алене данное событие чревато тем, что если тот, кто владеет автомобилем, попадет в ДТП, то в принципе могут быть предъявлены претензии и к собственнику автомобиля, потому что он не заботился, потому что не знает, у кого во владении находится автомобиль, где и как. Так вот. Самое простое. Алене можно прийти в ГИБДД и написать заявление о снятии автомобиля с учета на утилизацию. При этом сам автомобиль предъявлять в ГИБДД не нужно. Не нужно, да. Но, однако, уже новый владелец автомобиля дальше не сможет эксплуатировать автомобиль и восстановить его обратно для использования будет невозможно. Поэтому, Алена, вот, все это должно взвесить и... Хороший вариант. Да, это как от троянского коня продал. Кота в мешке, точнее, продал, да? Потом раз заявление на утилизацию. Все, ты на утилизацию ездишь. Ну, человек не выполнил взятые на него обязательства в течение двух месяцев. Сам виноват. Спасибо большое. У нас в гостях был представитель комитета по защите прав автомобилистов Георгий Бадин, наш постоянный пятничный гость. Пожалуйста, если вы хотите задать ему вопросы, это можно сделать на сайте областного телевидения. Также мы выкладываем наши вот эти беседы пятничные с Георгием Вилычем на YouTube, ВКонтакте. Пожалуйста, можете смотреть. Если чего-то не запомнили, пропустили, запросто можете все это услышать, восстановить, так сказать. Сейчас у нас на очереди обзор новинок домашнего видео, а после в нашей студии появятся музыканты из группы Роги.